Теперь два самых главных принципа организации кровеносных систем. Кто знает, какие два разных типа кровеносных систем бывают в природе? Прошу вас. Замкнутая и незамкнутая. Замкнутая и незамкнутая. Классно. А теперь поднимайте руки, кто может сказать. А чем первое отличается от второго? Замкнутая и незамкнутая. Название знаете уже очень хорошо. Хорошо. В самом случае, в этой системе, в этом случае, не выникает, а незамкнутая, она вытекает в кружок международными. Так. Ну, с небольшими шероховаться, но совершенно правильный ответ. Значит, считая, что в замкнутой кровеносной системе кровь ходит по замкнутому клубу, а в незамкнутой не ходит, мягко говоря, странновато. Представьте себе незамкнутый маршрут движения крови. Что это значит? Кровь куда-то ушла и обратно не вернулась. Вопрос, а что она там делает? Украшена, а ушла куда-то. Да? А главное, куда она оттуда деваться будет, если она не возвращается. Принцип очень простой. Система называется замкнутой, если кровь никогда не покидает кровеносных сосудов. Находится только внутри этой системы. В незамкнутой ситуация иная. Поскольку незамкнутая переставляет хуже, сейчас посмотрим. Да, кстати, а у каких животин есть незамкнутые кровеноски? Хорошо? Не только у насекомых, у всех чинстоногих рас? Учервейки. Не-не-не, учервейки как раз наш, замкнутые. Моллюски. Совершенно верно. На самом деле, два самых важных, как мы, позвоночная с вами, вещь 125-я геосфера Земли, а два самых главных типа. А как, кстати, главенство той или иной модели организации геосферии Земли можно оценить? Количество. По количеству вариантов конструкции. Если конструкция оказывается удачная, сколько вариантов эта конструкция будет создаваться? Много. 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 А если конструкция не очень удачная, то количество вариантов ограничено. Как называются варианты конструкции в биологии? Биологические виды. Значит, только одна группа чинстоногих, только насекомые, насчитывает миллион четыреста тысяч видов. Это существенно больше, чем число видов всех остальных животных вместе взятых. Самая удачная конструкция, которая возникла на нашей планете, это, конечно, еще и установлено. Да? Абсолютно другой, абсолютно не наш путь развития, который приводит к массе параллельных эффектов, параллельных нашим. Допустим, интеллект у них тоже возникает, но интеллект совершенно не такой, как у нас. Ролевой, коллективный интеллект. Ведь единица отбора является не каждый муравейник, а весь муравейник. Не каждая пчела, а вся пчелиная семья. И совместные действия, разнесенные по разным исполнителям, будут иметь черты вполне адаптивных интеллектуальных реакций. Просто это не наш путь. Очень сильно отлично от нашего. Свертывание, да, это одна из систем защиты. Ага. Ну и давайте разбираться по какому делу. Большой серый, пульсирующий сосуд спинной стороны рака, с вашей точки зрения, что такое сердце. В чем принципиальное отличие от нашего варианта сердец? Посмотрите. В наш вариант сердец есть ограниченное количество входов и выходов. И это всегда сосуды. Да? А здесь? А здесь кроме сосудов еще есть вот что. Вот три сосуда растутся из сердца. А вот это в боковых стенках. А в боковых стенках отверстия, остеи, которые открываются просто в промежутке между органами. Теперь давайте смотрим, что мы будем иметь с гусем. Вот окончание кровеносных сосудов, которые открылись в пространство между органами. Сердце сократилось, и кровь под давлением попадает в синусы. Попалась сюда. При этом, что будет с давлением крови в том месте, куда пришли новые опции? Что с давлением крови в этом месте? Увеличивается. Новый показ приехал. Давление возросло. А теперь, такое сердце умеет не только силой сжиматься, но умеет и силой растягиваться. При растяжении сердца, что будет с давлением сердца? Падает. И в это время открываются остея. Давление в сердце ниже, чем давление в синусах. Что сделает кровь? Пойдет в сердце. А в результате, вот в этих синусах давление возросло, а в этих давление упало. Что сделает кровь через систему синусов? Пойдет в перикардиальный район, протекая между органами во все промежутки, пройдет в район сердца. Затем будет захвачено сердцем и дальше выброшено в сосуд. Значит, вот этот план, условный, конечно, прощенный, план работы незамкнутой кровеносной системы, на самом деле имеет огромное количество преимуществ перед нашим. Преимущества к чему сводятся? Обратите внимание, кровь имеет прямой контакт с клетками органов. Видите? Вот эти зеленые пятна, это внутренние органы. И кровь с ними имеет прямой контакт. В нашем организме так получится или нет? Нет, а в нашем организме так не получится. Когда говорят, что кровь приносит к клеткам тела кислород в питательные вещества, это метафора. Скажите, можно ли подвести кровеносный сосуд к каждой клетке тела? Нет. Совершенно нереально. А это значит, а кровь только в сосудах. Вопрос, а откуда в реальности получают питательные вещества клетки тела? Открытые. Открытые. Открытые, еще раз, кровь внутри кровеносного сосуда. Кровеносный сосуд. Вот капиллярный. Ну как там обещается? Ага, вот клетка тела. Ну и тогда не ленишь совать будешь. Ясно, что некоторые находятся в контакте с кровеносным сосудами. Хорошо, а вот этот клеток, вот этот клеток, они как бы вот получают питательные вещества, кислород, гормоны, лошадьи. За счет межклеточных контактов мы с вами говорили, далеко ли можно передать посуду. Не приятно. Прошу. Ребята, а что находится вот здесь? Между клетками нашего тела А что оно из себя представляет? Твердое кристаллическое тело, жидкость или газ? Между клетками вашего тела что? Жидкость Кстати, для тех, кто понимает, что между клетками вашего тела жидкость Становится очевидным, что ни одной поры кожа на теле человека Равно как и у любого другого млекопитающего Ни одной поры нет Если бы были поры в вашей коже, что бы с вами произошло? Вы бы вытекли на улицу Просто Знаете? Итак, у нас как система налажена? Вот кровь движется по сосуду И клетки стенки кровеносного сосуда Отбирают какие вещества пропустить к клеткам, а какие нет Вот этот свой клеток называется он эндотерий Играет не просто важное, а важнейшее значение в жизни любого позвоночника Ну и нас с вами в том числе Итак, сквозь клетки эндотерия вещества переданы в межклеточную жидкость А уже из межклеточной жидкости получена клетка Теперь, эта клетка Использовав его вещества, в нее накопились отхога Куда она будет выбрасывать отхога? В межклеточную жидкость А из межклеточной жидкости куда будет поступать? В лимфу Часть будет поступать в лимфу Часть будет поступать в лимфу У нас здесь, то есть на схеме, пока нет мимпатического сосуда Значит, отчаять будет прям проще Допустим, по массе, какого отхода больше всего производят каждый клеток? Ответ очень простой До гликислого газа, конечно Ну и что, у вас лимфа будет переносить в гликислый газ? Абсолютно бессмысленная задача Гликислый газ сам пойдет по градиенту концентрация, то есть за счет диффузии Сам уйдет в плазму крови и дальше его вынесет в легкие Попоменимая еще одну систему сосудов, которая необходима существам С замкнутой кровеносной системой Смотрите, происходит все время потеря части жидкости крови Она оттекает вот сюда, в пространство между клетками Вопрос, почему не кончается кровь? А дело в том, что между клетками вот так Начинаются совершенно другие сосуды Не кровеносные Задача таких сосудиков Собрать излишки межклеточной жидкости И вернуть их, они сливаются Сосуды этого типа Сливаются вместе, образуя протоки И затем впадают в самые крупные наши веки В полные веки Ну и как называется вот эта осушающая система сосудов Название слышали все Ровно так же, как уверен все Не представляют, что эта система зачем нужна Да? Еще раз грубо Вы сказали, что удаляются излишки для саможидкости Да Для удалительной системы Нет Не выделительная Выделительная система удаляла бы эти излишки на улице А вот этот вот выход А это выход, который ведет в вену Крупную вену Мы вернули жидкость, которая сбежала из кровеносного сосуда Через эту систему Обратно в кровеносный сосуд Вопрос, что это за сосудистая система, осушающая тело? Прошу Кабеляры это класс сосудов Это не те Кабеляры это характеристика диаметра сосудов и строения стенки А это совершенно своя система, прошу Нет, эндокринная джелеза внутренняя секреция Это вас уже понесло, прошу Да разумеется Это лимфатический сосуд И жидкость, которая бывшая тканевая жидкость После того, как попала вот сюда Эмфатический сосуд Как будет называться? Лимфа И с лимфой связано гигантское количество суеверий И каких-то перекошенных представлений совершенных Вы знаете Первая, главнейшая задача лимфообращения в организме Это дренаж тканей Есть система, работает плохо Если лимфатический отток и генозный отток затруднется Что с вами будет происходить? Не происходит регулярно Это называется неоплод Где жидкость скапливается? Смотрите, вот здесь затруднили движение Здесь затруднили А где будет скапливаться жидкость? Между клетками Как это называется? Отек Отек тканевый Отеки формируются, допустим, при любом варианте воспаления Ну, плюс к этому, да и проблема С нормальной работой сосудистой системы В любом случае, отек это нехорошее явление Как бороться? Очень эффективный способ Только, пожалуйста, никогда не массируйте воспаленную часть Вы такого натворите Значит, а вот при динамическом материке, допустим, отрежает что-то Значит, очень хороший способ массажа В какую сторону всегда и во всех случаях проводится массаж? Охо-хо-хо-хо Задача куда-то вернуть К сердцу Сердце В какую сторону всегда проводится массаж? Сердце Сердце Поэтому Голова и шея массируются сверху вниз Так? А ноги, торс, плечи и так далее Плечи к центру Рука от пальцев в центру Торс снизу вверх Дорвное сердце Хорошо Грудные мышцы, дельтовидные Сверху вниз Вот уровень сердца Торс снизу вверх Дорвное сердце Продолжение следует...